приятно быть здесь как всегда меня еще никогда не называли основоположником но мне это нравится мы попытаемся расширить наши знания о витамине c мы уже много говорили о прямом воздействии витамина c и будет неплохо поговорить о его опосредованном воздействии нам известен тот факт что витамин c настоящая и самая важная энергетическая молекула в теле это практически топлива на котором работает каждая клетка и мы знаем что митохондрии это электростанции клеток мы попробуем исследовать взаимосвязи между этими фактами и показать как влияние на один аспект физиологии влияет на другой как и на всех моих выступлениях вы увидите после утверждения и заявлений цифры вы можете перейти на сайт pubmed вести эти цифры и перейти к вступлению статьи или даже к полному тексту и вы увидите что если я говорю что-то что кажется невероятным то я не беру эти факты с потолка теперь с очками будет лучше в основе жизни лежит обмен электронами и электронный поток а поток электронов я уверен вы все это знаете есть ток как и машины которые вы подключаете к розетке в стене наши тела также работают от тока это маленький ток но все-таки ток и именно эта электронная динамика на самом деле является неотъемлемой частью основ жизненной силы высокий поток энергии высокий обмен электронами в основном соответствует здоровью скомпрометированный поток электронов это болезнь а его отсутствие это смерть и если важно а это важно то можно посмотреть на разные мнения относительно того что является источником энергии и что рассеивает или распространяет энергию когда биомолекулы а под биомолекулами я подразумеваю нуклеиновые кислоты белки углеводы энзимы структурные молекулы по сути любая молекула внутри ваших клеток и внутри вашего тела и даже за пределами клеток это биомолекула вот что я имею в виду когда говорю о биомолекулах так вот и это возможно одна из самых важных концепций к которой я собираюсь обратиться прямо сейчас это когда у биомолекулы нормальное количество электронов то есть когда они не объединены электронами не окислены то они функционируют нормально с другой стороны если из биомолекулы убрать один или более электронов и окислить ее то это биомолекула потеряет свою функциональность как незаточенный ключ или существенно потеряет в своей функциональности и так из-за этого болезнь является не столько следствием окисления болезнь и есть окисление чем больше биомолекул окисляется в больших местах в больших концентрациях в большом масштабе это болезнь действительно нет ничего больше и ничто больше не определяет насколько сильно вы больны и как протекает болезнь как то место где биомолекул окисляются а это приводит к простому но замечательному способу лечения пациентов состоящему из двух этапов во-первых необходимо остановить попадание в организм новых прооксидантов которые также являются токсинами а во-вторых обеспечить такое количество антиоксидантов чтобы восстановить окисленные биомолекулы и когда подберете нужный антиоксидант который точно противостоит окисленной биомолекуле и передаст ей электроны то вы восстановите функцию этой молекулы и если сделать это несколько сот миллионов раз то вы восстановите здоровье человека и так также очень важно все токсины являются прооксидантами или вызывают прооксидантный эффект что значит что все токсины проявляют свою токсичность отбирая электроны или окисляя биомолекулы неважно какой это токсин мы говорим о не знаю по крайней мере сотнях тысяч может быть миллионах разных молекул и все они токсичны в силу того факта что они окисляют и наоборот антиоксиданты полезны потому что они редуцируют они отдают электроны и убирают окисление и на самом деле мы много говорили о питании и органических продуктах и всяком таком и позвольте мне сказать что ценность любого положительного вмешательства для восстановления здоровья напрямую зависит или соотносится с возможностью при этом вмешательстве производить молекулы с антиоксидантными характеристиками на клеточном уровне если нет молекул которые отдают электроны на клеточном уровне то пользы от того что вы делаете не будет эти принципы на самом деле очень просты по природе а факт что болезнь не очень сложна не вызывает вопросов но важно понимать что общий знаменатель и самое важное здесь это то что вы видите посередине этого слайда со статистической точки зрения что самым большим источником прооксидантов или токсинов разрушающих ваше здоровье являются хронические инфекции точка да можно дышать загрязненным воздухом пить загрязненную воду есть еду с большим содержанием токсинов и все это существенно это все влияет на общую нагрузку организма токсинами и ухудшение вашего здоровья но статистика говорит что и у меня нет сегодня времени подробно останавливаться на этом но я скажу вам что более 95 процентов более 90 процентов значительных болезнетворных процессов вызванные подпитываются хроническими инфекциями ротовой полости никто не любит стоматологов никто не любит их расценки никому не нравится ощущение в кресле стоматолога никто не любит уходить из кабинета врача с меньшим количеством зубов чем пришел но отрицать эту связь значит отрицать важность вашего здоровья и отрицать оптимальное состояние здоровье в которого вы можете достичь не убивайте посланника и вот здесь то на что я намекал ранее на этом слайде информация собрана лучше когда говорите о разнообразии болезней то задаетесь вопросом как такое количество болезней может возникнуть в результате всего лишь одного процесса но этот процесс связан с тем какие биомолекулы окисляются где они находятся степенью окисления от минимальной до обширной и сколько длилось окисление я имею в виду что многие повреждения ремонтируются немедленно в зависимости от того где находятся молекулы есть повреждения которым молекулам не так просто подступиться или исправить последствия исцеления и тогда повреждения накапливаются именно так со временем происходит ухудшение при неврологических заболеваниях оксиданты попадают во внутрь но антиоксиданты не поступают происходит потери функциональности стабилизация не происходит и вы никогда не поправитесь чтобы еще лучше разобраться с этим делом если окислительный стресс не увеличивается то болезни нет . производство энергии окисления поступления кислорода и производство молекул с высоким энергетическим уровнем АТФ все это тоже окислительный стресс именно поэтому вы не сможете жить вечно даже в среде чистой от токсинов есть ожидаемая продолжительность жизни она гораздо больше чем люди живут сейчас это связано с огромной нагрузкой токсинов в окружающей среде ведь мы созданы в оптимальной нетоксичной среде чтобы жить где-то в течение 115 120 125 но суть в том что даже в среде без токсинов мы будем изнашиваться из-за естественного физиологического окислительного стресса и так конечная польза любого антиоксиданта это отдать электрон . конец все просто почему витамин c так уникально прекрасно подходит для этой функции во первых у него маленький размер молекулы она везде проходит во вторых в животных которые вырабатывают собственный витамин c витамин c получается из глюкозы за счет работы четырех последовательных ферментов в печени глюкоза конечно это природное биологическое топливо которое распадается на компоненты что позволяет вырабатывать а тф в длинной цепочке событий но суть в том что у глюкозы есть природные транспортеры в клетке svct2 и глад транспортеры это сделано на заказ так чтобы обеспечить им и также витамин c возможность использовать эти транспортеры и так у молекулы есть небольшой размер она может использовать те же транспортеры и даже конкурировать с глюкозой за них чтобы попасть в клетку и вот тут все и происходит я имею в виду что витамин c и антиоксиданты могут оказывать положительный эффект и снаружи клетки поймите меня правильно вне клеточное пространство тоже важно но внутри клеточное главнее все значимые патологии это сможете ли вы стабилизировать и побороть их или нет все это зависит от того насколько хорошо вы сможете вести терапевтические вещества внутрь клетки точка витамин c проникает во все уголки тела главным образом из-за похожести на глюкозу без проблем даже с гематоэнцефалическим барьером и подумайте вот об этом в обычном нейроне в сто раз а это на 10 тысяч процентов больше витамина c чем в крови это показывает насколько важны нейроны и как важно для них непрерывное поступление витамина c и других антиоксидантов содержащих электроны также не знаю будет ли рон рассказывать об этом позже но витамин c несмотря на крошечный размер молекулы имеет двойное действие он отдает два электрона они один и наконец даже когда витамин c не может напрямую восстановить окисленное вещество он восстанавливает многие другие вещества посланники которые в конечном счете и отдают электроны то есть витамин c напрямую или опосредованно помогает восстановить окисленное состояние передавая электроны почти любой поврежденной молекуле в теле пропущу этот слайд теперь поговорим о митохондриях я постараюсь поделиться с вами информацией которую собрал я не презентую и не продвигаю себя как эксперта по митохондриям в лучшем случае я младший научный сотрудник по митохондриям и так несколько фактов и цифр или лучше сказать фактоиды митохондрии есть во всех клетках кроме красных кровяных тел интересно что митохондрии составляют существенную часть тела примерно 20 процентов от общего веса и также очень важен пункт 4 у них высокая скорость циркуляции даже если у вас есть больная митохондрия с большим окислительным стрессом внутри если ей доставить правильное топливо она восстановится и через неделю или две если вы все делаете оптимальным образом то вы сможете быстро все исправить поэтому нет необходимости страдать от негенетических митохондриальных заболеваний больше положенного если будете соблюдать параметры о которых я расскажу все просто первичная роль митохондрии это произвести атф атф вместе с витамином c поставляет электроны это то что и есть энергия поставка электронов также митохондрии способствуют выработке гемоглобина липидов аминокислот они поддерживают процесс выработки биохимических веществ и также важно то что они играют существенную роль в запуске процесса умирания клеток апоптоза очень интересна такая физиологическая особенность митохондрии мембраны и так внешняя стенка это билипидная мембрана есть еще экзосомы липосомы это тоже билипидные слои и они могут соединяться с клетками за счет обратного апоптоза проникать вовнутрь маленькие могут проходить через споры митохондрии это двойной билипидный слой я сейчас покажу вам картинки то есть они состоят из двух частей обширная внутренняя часть внутри митохондрии которая называется матрицей и внешняя часть межмембранное пространство также митохондрии единственная внутриклеточная органела у которой есть собственная днк и так вот схема и каждая отдельная линия это билипидный слой и вы видите что матрицу от внешней части отделяют два билипидных слоя и чтобы проникнуть во внутримембранное пространство нужно проникнуть через внешний билипидный слой митохондрии это хорошо видно на снимке полученном с помощью электронного микроскопа здесь вы это видите как я уже сказал у липосом также есть липидный бислый а теперь посмотрим как все это синхронизируется и связаны между собой с биохимией тела созданной самой природой я считаю что до сих пор мало говорят и со временем это надо исправлять так это о том как клетки общаются между собой у нас много клинических примеров того как заболевает одна часть тела например появляется опухоль или что угодно а через короткий промежуток времени это проявляется в другой части тела и я не говорю сейчас о метастазах я говорю об очевидной способности клеток контактировать и общаться друг с другом как они это делают есть целый ряд веществ называемых внеклеточные везикулы у них всех есть такой же липидный бислой билипидный слой имеет внешнюю и внутреннюю части обе наружные и они совместимы с водой между ними слой в котором находятся совместимые жировые части таким образом внутренняя часть мембраны жира растворима а внешние водорастворимы четыре основных типов внеклеточных везикул в зависимости от их размера экзосомы микровизикулы апоптотические тельца и липосомы экзосомы были открыты всего лишь 30 лет назад важно понимать что они крошечные от 40 до 100 нанометров они легко могут проходить туда и обратно через клеточные поры им не надо сливаться с внешклеточным слоем и так как во всех внутриклеточных органеллах включая митохондрии имеется одинаковый липидный бейслой то в случае экзосомы как только они проникнут в клетку они могут слиться с эндоплазматическим ретипулумом они могут слиться с ядром они могут слиться с митохондрией другими словами можно добиться глубокого проникновения в клетки любого содержимого которые переносятся или удерживаются внутри экзосом изначально и это довольно цинично их считали клеточными мусорными контейнерами с помощью которых клетки избавлялись от мусора теперь мы знаем что это не так они вырабатываются различными типами клеток присутствуют в сперме моче плазме и бронхиальном лаваже и мы знаем что они способствуют нормальной работе иммунной системы они также используются для ремонта поврежденных клеток микровизикулы как вы видите гораздо больше 100000 нанометров апоптотические тельца вы знаете что когда клетка начинает убивать себя то появляются апоптотические тельца которые на самом деле являются обычными клетками которые просто сжимаются и теряют свое содержимое в процессе пусть будет умирание клетка слишком сильно окисляется но что происходит когда клетка разрушается как при некрозе или агрессивном лечении рака вы немедленно высвобождаете огромное количество токсинов свободное железо и другие прооксиданты апоптос это способ если хотите убить клетку без выброса огромного числа токсинов в тело липосомы непонятно возникают липосомы естественным образом или искусственно производятся различными липосомальными продуктами но у них все равно такая же структура и их размер составляет 100 500 нанометров и из-за всего этого что я сейчас рассказал липосомы являются мощным терапевтическим агентом нутрицептики и даже для доставки токсичных лекарств используемых для химиотерапии но для доставки нутрицептиков их можно принимать перорально и они появятся во внеклеточном и внутриклеточном пространстве внутри митохондрия внутри ядра внутри плазматического ретикулума мало что другое способно привести к такому результату теперь о производстве энергии внутри клетки мы все изучали биохимию мы знаем что в цитоплазме возможно выработка АТФ но митохондрия если все работает исправно и вы верно используете электронно-транспортную цепь и если внутри митохондрия не подвержена сильному окислительному стрессу который все замедляет и блокирует то можно производить до 36 АТФ на каждую глюкозу против двух в гликолизе этот митохондриальный процесс также известен как цикл Крепса но я не буду говорить слишком много о биохимии потому что это не мое направление я не хочу выглядеть сначала слишком умным а затем очень глупым очень интересно что все в теле связанное с энергией также связано с градиентами у здоровых клеток есть некое трансмембранное напряжение определенного уровня и когда это напряжение падает то ухудшаются функции кое-что перестает работать приостанавливается обмен нутриентами в электронно-транспортной цепи передача электронов также используется для накачки протонов и жизненно важно сохранять этот дифференциал этот градиент трансмембранного напряжения теперь о митохондриях и увеличенном окислительном стрессе очень важно понимать помните, я говорил, что у митохондрий очень короткая жизнь цитата от 5-10 дней до 12 то есть у них очень короткий цикл распад и регенерация распад и регенерация о чем мы все думаем или о чем сейчас говорят гораздо больше, так это митохондриальные заболевания я не буду сейчас много говорить о генетических митохондриальных заболеваниях это другая история я поговорю о заболеваниях, при которых митохондрии предположительно не функционируют так как надо и не производят столько энергии, сколько нужно помните, что митохондрия не может быть здоровее цитоплазмы если в цитоплазме есть окисление, то будут окисления и в митохондриях если цитоплазма здорова, то митохондрии могут быть как здоровые, так и нет, но по крайней мере у них есть шанс у митохондрии нет шанса быть здоровой и функционировать оптимально если есть общий повышенный окислительный стресс внутри клетки опять же это связано с глутатионом, самым концентрированным антиоксидантом во внутриклеточных системах а во внеклеточном пространстве витамин С имеет самую большую концентрацию но не сомневайтесь, что витамин С также жизненно необходим для внутриклеточных систем из-за своей способности регенерировать окисленный глутатион длительное время итак, я сформулирую это таким образом я думаю, что концептуально клетки и их цитоплазму совместно с субклеточными органеллами можно рассматривать как основные поддерживающие структуры которые помогают митохондриям и ядру выполнять свои функции и я думаю, что это хороший способ рассмотрения этой ситуации я упомянул о митохондриальных генетических заболеваниях я не буду много говорить об этом интересный факт о митохондриях, который показывает, насколько важную роль играет витамин С внутри их это то, что так же как в клетках есть транспортеры глюкозы и витамина С в митохондриях они тоже есть те же самые транспортеры SVCT2 и GLUT1 есть в митохондриях и предназначены для того, чтобы либо активно забирать витамин С либо пассивно забирать окисленный витамин С ДХАА и все, что мы знаем о предмете, мы получаем из наблюдений я не думаю, что у нас есть что-то, что отдаленно напоминает сложную структуру того, о чем я сегодня говорю но не вдаваясь в подробности, скажу, было наглядно показано, что введение витамина С в организм повышает концентрацию витамина С в митохондриях и это полностью возвращает нас к тому, что я уже сказал не может быть здоровых митохондрий, если не здорова цитоплазма так не получится я написал книгу, которая называется «Смерть из-за кальция» я не буду подробно сейчас об этом, кроме как скажу что во всех больных клетках во всех 100%, насколько я знаю имеется повышенный уровень внутриклеточного кальция не может быть повышенного окислительного стресса, который наблюдается во всех пострадавших от болезни клетках если при этом нет повышенного уровня внутриклеточного кальция и так то, что вы делаете с кальцием и то, как вы влияете на него внутри цитоплазмы во многом зависит от того, насколько хорошо вы компенсируете и приспосабливаетесь к различным болезнетворным процессам например, кальций, который находится в клетке с повышенным внутриклеточным содержанием кальция может быть легко перенесен в митохондрию из цитоплазмы то есть, если хотите, митохондрии могут амортизировать повышенную окислительную нагрузку внутри клеток но при этом не становясь больными сами итак, единственный способ уменьшить окислительный стресс в цитоплазме, который в конечном итоге отразится на митохондрии это либо предотвратить изначально попадание кальция, либо найти способ вывести его об этом в книге, и я не буду сейчас говорить о том, как это сделать единственное, что ближе к концу, я покажу некоторые самые важные добавки, которые могут помочь в достичь этой цели итак, как я уже сказал, кальций, это основной регулятор окислительного стресса интересно, что на эту тему есть много данных, изучающих определенные токсины, например, метилстуть, очень сильное вещество токсичность метилстути всегда связана с потерей внутриклеточным гомеостаза кальция это значит, что когда вы получаете отравление от метилстути, к примеру, по сути, от любого токсина, не только метилстути, то отравление проявляется в увеличении концентрации кальция и когда вы достигаете точки запрограммированной смерти клетки или точки разрушения клетки, как при мощной химиотерапии то при этом уровень кальция становится все выше, выше и выше на самом деле кальций это самое токсичное вещество, которое только можно принять никогда не принимайте добавки кальция я собираюсь перейти к вопросу того, что еще помогает поддерживать митохондрии, через мгновение но важно помнить о сепсисе сепсис это, конечно, всепоглощающая инфекция, обычно бактериальная недавно, в Вирджинии, мы видели влияние витамина С на сепсис и тот, мощный эффект, который он оказывает на него важно помнить, что то, что делает сепсис, это окисление и чем лучше вы можете блокировать или обратить окисление, тем лучше еще одна вещь о сепсисе он окисляет все и поэтому при сепсисе, как только вы достигнете определенного набора клинических показаний и лабораторных данных, вам останется жить всего 24 часа и все и одно из причин такого состояния это особо высокий окислительный стресс до такой степени, что происходит окисление рецепторов кортизола в цитоплазме если кортизол не может связаться со своими рецепторами, а что я говорил о биомолекуле которая окислена, она не работает и если рецептор гидрокортизола, кортизола, внутри клетки окислен, то кортизол не сможет связаться с ним, и вы не получите защитного эффекта от пожалуй самого важного гормона стресса в вашем теле и от витамином С тоже кстати гидрокортизол и витамин С и при сепсисе, чем сильнее окисление, то для того чтобы компенсировать ущерб, тело старается выработать больше кортизола но конечно, оно никогда не компенсирует ущерб, если окислены рецепторы кортизола поэтому, когда вы даете витамин С пациенту с запущенным сепсисом, и это уже было продемонстрировано то вы немедленно высвобождаете эти окисленные рецепторы гидрокортизола и затем естественным образом возросший уровень кортизола, который выработался для компенсации ущерба, может заполнить клетки и связаться с рецепторами и очень быстро вернуть вас в нормальное гемодинамическое состояние в это же время витамин С зачистит инфекцию итак, помощники митохондрии конечно, витамин С тиамин он необходим для переработки перуватого цитилкофермент А пантотеновая кислота очень важная добавка, слишком редко используется я бы только сказал, что если вы принимаете пантотеновую кислоту, то лучше принимать ее в форме пантетина потому что обычная пантотеновая кислота, которая используется как добавка в небольших количествах, содержит пантотенат кальция это немного, но если принимать ее в больших количествах, то будет слишком много кальция рибофлавин коэнзим Q10 некоторые странные добавки, с которыми я не был знаком например, синтетическая производная коэнзима Q10 и дибинон L-карнитин L-карнитин это еще одна добавка, которую, к счастью, можно принимать в липосомальной форме креатин D-ребоза NADH это на самом деле молекула, которая помогает проталкивать электроны в электрон транспортной цепи различные варианты витамина Е, от токоферола до токотриенола очень интересный и необычный рецептурный препарат, который называется дихлороцитат между прочим, его очень часто назначают раковым пациентом он очень быстро нормализует или начинает нормализовывать метаболический синдром, показатели крови, глюкозу и холестерин, и триглицериды и т.д. Липоевая кислота N-ацетилцистеин Омега-3 жирные кислоты Ресвератрол Магний И так как он идет в семнадцатом в списке, я не хочу недооценивать его роль, через минуту я расскажу вам немного о магнии, об этом важно знать И даже попробую произнести перролейнохинон О, окей Теперь о добавках, которые надо избегать Вернусь к своей излюбленной теме Никогда не следует принимать железо, никогда, если только у вас нет официального диагноза железодефицитной анемии Железо это очень мощный прооксидант, то есть токсин Помните, токсин равно проксидант, проксидант равно токсин Железо самое токсичное вещество, которое можно принимать регулярно Возможно кальций номер два Железо, медь и кальций важны для жизни, в небольших количествах Но они, вероятно, еще более важны для смерти клеток Вам нужно помнить, что тело должно при правильных обстоятельствах убить клетку так же быстро, как и вырастить клетку Это динамика жизни Убийство некоторых клеток, поддержание жизни других В противном случае тело не будет работать Но важно, что все три эти элемента являются препаратами первого ряда, отвечающими за повышение окислительного стресса А окислительный стресс это плохо Теперь о базовых добавках У нас есть, как я люблю их называть, большая четверка Вы знаете, бог витамина С может поразить меня молнией прямо сейчас Но самое важное вещество, которое можно принимать регулярно в больших количествах, это магний Почему? Потому что ничто не может заменить магний Если магния мало, то ничто не заменит его А что делает магний? Магний это природный блокатор кальциевых каналов То есть он предотвращает излишнее попадание кальция в клетки и увеличение внутриклеточного окислительного стресса, который является основной причиной заболевания клеток И еще одна вещь, связанная с кальцием, это кальцификация Магний растворяет отложение кальция Также можно считать магний монодобавкой Если бы вы принимали магний и ничего больше, я не рекомендую этого Необходимо принимать много чего Но как монодобавка он снижает смертность Он снижает риск смерти от любых причин А почему что-то может снизить риск смерти от всего? Потому что оно положительно влияет на каждую клетку вашего тела Иначе бы это не спасло вас от волчанки так же быстро, как спасло бы от сердечного заболевания, или рака, или инсульта, или еще бог весть чего Витамин D3 Очень похож по важности на магний, потому что ничто не может его заменить И я бы на самом деле разместил бы магний и витамин D3 перед витамином С Витамин С Мы все довольно много знаем, по крайней мере, в этом зале, о том, на что способен витамин С Но единственная причина, почему он на третьем месте, а не на первом, заключается в том, что другие антиоксиданты до некоторой степени могут компенсировать недостаток витамина С Конечно, все они нужны Но я пытаюсь дать какую-то иерархию, если хотите И затем витамин К2, который помогает мобилизовать кальций Подумайте вот о чем Каждый из этих четырех витаминов Один, два, три, четыре Каждый по отдельности снижает ваши шансы умереть от любой болезни То есть они все положительно влияют на все клетки организма Лизин и пролин Их изучали Рат и Поулинг вместе И я думаю, что у них сильные доказательства И так как сердечно-сосудистые заболевания остаются одним из лидеров посмертности Неплохо бы включить эти вещества в базовый рацион Это поможет предотвратить образование бляшек или мобилизует уже существующие бляшки Но помните Или узнаете сейчас Эти бляшки существуют из-за токсичности в ротовой полости Я сейчас немного отступлю Я думаю, это важно Я скажу вам, что есть убедительные данные, которые показывают, что более 90% Возможно, 95% И это, конечно, смешно звучит Но даже 100% сердечных приступов вызваны патогенами ротовой полости Было проведено исследование, в ходе которого обследовали 34 пациента с подтвержденным диагнозом атеросклероза коронарных сосудов Исследование методом ПРЭ, полимеразная цепная реакция Выявило большое количество бактерий, вирусов, грибков, характерных для десен и инфекций зубов Я не математик, но я думаю, это и есть 100% И позвольте сказать Подумайте о своих коронарных артериях Что делают патогенные микробы в коронарных артериях? Воспаление коронарной артерии И мои коллеги-кардиологи наконец-то признают, что это причина 100% сердечных заболеваний Технически это верно, но они не хотят задаваться вопросом, что является причиной воспаления Воспаление не начинается само по себе без всяких на то причин Оно начинается только потому, что идет потребление антиоксидантов Что потребляет антиоксиданты? Прооксиданты и токсины Итак, омега-3, смесь токоферолов, комплекс витаминов группы В Не игнорируйте йод, это очень важно, йодистый калий Если поддерживать здоровое функционирование щитовидной железы, то это помогает всеми Если ее игнорировать, то это все портит Если секреция щитовидной железы будет понижена, то это существенно подорвет эффективность всего того, о чем я рассказываю Нет, вы уже забрали у меня пять минут Теперь не надо мне тут ничего говорить Нет какого-то одного четкого протокола применения добавок Я рассказываю вам о тех добавках, которые считаю базовыми И я хочу сказать, что есть масса прекрасных добавок, и все зависит от того, сколько может выдержать желудок, и сколько они стоят Так же у всех разные потребности Итак, цель добавления витамина С в рацион Добиться и поддерживать насыщение всего организма аскорбатом Вот такая цель По большей части, нужно оптимизировать уровень внутри цитоплазмы Там происходят все действия и большая часть энзиматических реакций По крайней мере, когда речь идет о болезни Если что-то неладно с ферментами, то и с вами будет что-то неладно И наконец, это может занять ваши пять минут Что я называю мультипротоколом витамина С? У вас есть липосомальный витамин С, принимаемый перорально Это важно, потому что это форма, которая дает оптимальный доступ витамина С к внутриклеточным структурам И из-за уникальных особенностей липосом, витамин С попадает во внутрь клеток, а внутри клеток, во внутриклеточные органелы, митохондрии, ядро без потребления энергии То есть вы получаете вещество-энергоноситель без потребления энергии в процессе Обычно мы поддерживаем одно за счет другого, но не в случае с липосомами Очень часто игнорируется, потому что это так просто и дешево Я о регулярном приеме порошка аскорбата натрия Можно также принимать аскорбиновую кислоту, но это немного тяжело для желудка из-за воздействия кислоты Но поверьте, задолго до того, как у нас появились липосомы, и мы начали регулярно применять внутривенно было много людей, которые существенно улучшали самочувствие и даже излечивали многие болезни принимая регулярно 10, 15, 20, 30, 40, 50 грамм порошка аскорбата натрия в зависимости от переносимости кишечника В кишечнике есть клетки иммунной системы, которые обволакивают его внутри поэтому если принять порошок аскорбата натрия, то он немедленно попадет в моноциты и другие лимфоциты и вы немедленно и напрямую нейтрализуете влияние плохого питания и переваривания пищи, потому что вы нейтрализуете токсины до того, как произойдет их всасывание и если этого недостаточно, то вы получаете эффект, который называется чистка кишечника я практиковал раньше чистки каждый день в течение нескольких лет, прежде чем решил изменить образ жизни Номер три, аскорбилпульметат он здесь, потому что это уникальная растворимая форма витамина С еще раз скажу, что конечно, не все пункты мультипротокола обязательны но не надо отказываться от витамина С при лечении пациента и достижении желаемой цели до того, как вы примените протокол в большинстве случаев для большинства пациентов можно брать одну форму витамина С увеличивать ее дозировку и частоту приема, и вы получите нужный клинический результат конечно, периодическое внутривенное введение, чтобы оптимизировать внутриклеточный витамин С и внутримышечное введение Доктор Клеонер очень часто назначал витамин С внутримышечно, и у него были очень хорошие результаты И еще есть номер шесть у нас теперь есть барабанная дробь, пожалуйста у нас теперь есть добавка которая позволяет вам и всем людям транслировать работу фермента L-гулонолактоноксидаза, который отвечает за синтез витамина С Единственный вопрос какой процент населения отреагирует на него будет ли это пятьдесят процентов семьдесят девяносто пять предварительное исследование показывает очень хорошие результаты в четырнадцати случаях из четырнадцати но прием этой добавки удвоил уровень витамина С в крови и я проделал невероятную работу, чтобы показать, что в случае длительной подготовки печень вырабатывает витамин С так как нужно и позволяет побороть инфекции, от которых в противном случае выходят из строя на несколько недель если кратко, то вот что происходит долго считалось, что у нас дефекты в последнем энзиме который не преодолеть фиксированный генетический дефект как оказалось, это эпигенетика это значит, что он появляется постфактум в природе есть терминирующие кадоны три нуклеотидные последовательности которые связываются с РНК и заканчивают ее чтение они фактически прекращают процесс транскрипции и белок больше не вырабатывается в этом случае элгулонолоктоноксидаза необходима для выработки витамина С из глюкозы но это как жвачка на молнии вы записываете цепочку и вдруг доходите до жвачки терминирующего кадона и транскрипция прекращается вы не можете продолжить и что дальше? дедукция говорит, что это уже доказано но я не могу пока еще сказать, что это доказано ведь я не могу придумать, как по-другому объяснить те факты, которые мы собрали теперь у нас есть агенты, некоторые полифенолы которые обеспечивают такое явление как чтение сквозь итак, вы идете, доходите до терминирующего кадона но с помощью некоего биохимического воздействия, я не могу сказать как но вы либо проходите дальше через проходите над или вокруг и чтение продолжается в результате вы получите либо нормальный фермент либо почти нормальный всего с несколькими дефектами но все равно имеющий функцию в будущем мы продолжим работать над продуктом в скором будущем, я думаю, мы сможем оптимизировать нашу иммунную систему этот продукт ни в коем случае не предназначен для того, чтобы вытеснить или исключить прием витамина С это просто общая информация для понимания но мы говорим о том, что называется регулярным введением витамина С в небольших количествах круглые сутки это инсайдерская информация это то, что называется прием витамина С 24 часа в сутки 7 дней в неделю также есть доказательства того, что сейчас выхожу за рамки моей компетенции есть уже другие полифенолы, которые эффективно излечили другие генетические заболевания, а именно, ресвератрол и бета-толосемия бета-толосемия это генетическое заболевание, при котором не вырабатывается достаточное количество гемоглобина и приходится постоянно переливать кровь до конца жизни и как было показано, вполне убедительно прием достаточного количества ресвератролов в более чем 50% случаев исключил необходимость переливания крови и так, в будущем будет много интересного и мы можем поболтать немного, чтобы приблизить это будущее спасибо спасибо спасибо